Привет, друзья! Идем дальше. Как взять ипотеку без участия супруга? С вами сегодня буду я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Оптимальный способ для семьи обзавестись собственным жильем – взять ипотеку. А скопить нужную сумму своими силами зачастую очень сложно. К тому же инфляция будет постоянно съедать часть ваших накоплений. Родственники готовы дать долг, достаточный капитал есть далеко не у всех. А условия ипотечных программ, предлагаемые сегодня, стали намного более выгодными, чем предложения трех-пятилетней давности. К тому же семейным заемщикам банки, как правило, предлагают более выгодные условия. Человек, создавший семью, по умолчанию воспринимается более надежным и менее рисковым. Следовательно, можно дать ему денег под меньший процент. К тому же ипотечное бремя разделяется сразу на обоих супругов, а это еще сильнее снижает риски банков. И в большинстве случаев муж-жена получают статус у заемщика автоматически. В каких ситуациях можно взять персональную ипотеку? Ситуация, когда муж или жена решает оформить ипотечный кредит единолично, на самом деле не так уж и редки. Вот наиболее распространенные мотивы такого решения. Стремление получить имущественную подушку безопасности на случай развода, который, увы, исключить не следует. Отсутствие у одного из супругов официального дохода с достоверным подтверждением. У мужа или жены имеются серьезные проблемы в кредитной истории, что может снизить шансы на получение выгодного процента и ипотеки в целом. Еще одна распространенная причина оформления ипотеки без привлечения супруга – высокая закредитованность последнего. Такая ситуация расценивается банком как рисковый фактор, а компенсировать свои риски он будет повышением ставки. Как подать ипотечную заявку без учета супруга? Давайте разберемся. Обозначу сразу. Взять ипотеку вообще без ведома второй половинки точно не получится. Даже если не привлекать супруга или супругу в качестве созаемщика. Полностью исключить его участие не удастся. Как минимум потребуется его нотариальное согласие на покупку квартиры второй половинкой. Причем это должен быть не абстрактный документ, а более чем конкретный. В нем должны быть указаны данные именно того недвижимого имущества, которое планируется покупать. Еще один важный нюанс. Ограниченное время действия такого согласия составляет 3 года с момента его нотариального заверения. Без этого документа невозможно будет зарегистрировать сделку купли-продажи и, соответственно, оформить право собственности на квартиру. Впрочем, в любой ситуации такая квартира в случае развода будет признана совместно нажитым имуществом. Следовательно, ее придется все равно делить. Плюс при возникновении проблем с погашением ипотеки претензии гарантированно возникнут у обоих супругов. Можно ли сделать ипотечную квартиру для наличной собственности? Давайте разберемся и в этом вопросе. Да, можно. Вот только способов для этого предусмотрительно совсем немного. А если точнее, то всего два. Самый кардинальный – это развод. Если покупать недвижимость после расторжения брака, то бывший супруг не будет иметь на нее никаких прав. Ровно как и не потребуется от него ни согласия, ни разрешения. Однако этот способ действительно слишком кардинальный. Вряд ли одно лишь стремление единолично купить квартиру можно назвать достаточным основанием для бракоразводного процесса. Второй возможный способ – это заключение с супругами брачного договора. В его положениях можно прописать массу индивидуальных прав и обязанностей каждого из супругов, в том числе и имущественные права, включая возможность лично распоряжаться недвижимостью. Тонкости брачного договора. Давайте рассмотрим. Данный документ в юридическом смысле представляет собой полноценный договор, в котором прописываются права и обязанности заключивших его сторон мужа и жены. В частности, статья 40 Семейного кодекса позволяет закрепить здесь права собственности каждого из супругов на недвижимое имущество, определить соотношение долей, прописать все тонкости распоряжения совместным имуществом. Договор обязательно составляется в письменной форме и заверяется нотариально, но есть здесь и ряд существенных ограничений. Прежде всего, брачный договор должен соответствовать действующему законодательству. Его положения не должны ущемлять права и полномочия супругов. Положение договора запрещено изменять в одностороннем порядке. После развода действие брачного договора прекращается. Единоличная ипотека по брачному договору. Самое главное, в тексте документа должна быть прописана возможность оформления одним из супругов ипотечного займа без привлечения второго. Обязательными сведениями здесь являются следующие. Персональные данные супруга, который оформляет ипотеку. Сведения о лице, которое будет собственником приобретаемой квартиры. Информация о сумме и плательщике первоначального взноса. Сведения о лице, которое будет платить по выданному кредиту. Порядок ответственности за нарушение условий брачного договора. Первыми пунктами однозначно определяется, кто из супругов берет кредит, а кто получает в собственность квартиру. Очень важно указать плательщика первоначального взноса. По умолчанию деньги супругов расцениваются как совместные активы. Поэтому, если не указать, кто именно вносит первую сумму, она будет расцениваться как совместный взнос. А из этого уже вытекают общие права на квартиру. Не менее важно и то, кто будет вносить ежемесячные платежи. Также следует отдельно прописать, что деньги на них берутся из дохода конкретного лица, а не из семейного бюджета. Помимо этих обязательных условий, в тексте брачного договора можно прописать все условия оформления ипотеки. Наименование банка, любую дополнительную информацию о приобретаемой недвижимости. Соответствующий установленным требованиям и зарегистрированным в установленном порядке брачный договор обязательно предоставляется при оформлении жилищного кредита в банке. Без него отказ в персональной ипотеке не минуем. Как повысить шансы на получение ипотеки без участия супруга? Итак, вы заключили брачный договор, в котором прописано ваше право на единоличное получение ипотеки. Отсюда следует, что супруг или супруга не будет вашим созаемщиком. А это уже проблема. Ипотечные заявки без созаемщика в большинстве своим отклоняются. Поэтому нужно найти на эту роль другого человека. Оптимальный вариант – обратиться к ближайшим родственникам. Если же вы затрудняетесь с выбором созаемщика, то лучше доверьте эту задачу профессиональным специалистам. Это позволит избежать ошибок и повысить вероятность одобрения заявки банком. А вот дополнительные эффективные способы повысить вероятность персональной ипотеки. Стабильный доход выше среднего, как минимум вдвое. Непрерывный стаж от трех лет. Значительный первоначальный взнос. Чем больше, тем лучше. При этом нужно помнить, что при необходимости условия брачного договора могут быть изменены. Поэтому впоследствии по соглашению сторон можно будет приопределить порядок владения жильем, погашение взятое на его, покупку ипотеки и так далее. Уважаемые подписчики, на моем канале вы всегда можете задать мне вопрос. Я отвечаю на них бесплатно. Берегите себя и свою недвижимость. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok